Приветствую православные! Понедельник, 31 июля. Мы продолжаем традицию чтения Евангелия с церковью на площадке русской кинописанной школы. Сегодня, 31 июля, церковь, конечно, рядового зачала на литургии, читает 74-е зачало Евангелия от Матфея, 18 глава, 1-11 стихов. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал к дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, и бы надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя отсеки их и бросит от себя, лучше себе обойти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть верженному в огонь вечен. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть верженному в гиену огненную. Ну, опять же, посмотрим прежде всего на вторую часть. Про глаз и про руку понятно, что это аллегория. Что если рука твоя соблазняет, если хочется тебе шоколадку и рука твоя тянется, отсеки руку, так вторая-то останется, шоколадку можно будет взять и левой рукой. Или если глаз хочется тебе что-то такое смотреть, недосволенное, нехорошее, ну так решением с выкалыванием глаза это не исчезнет, это не будет. Потому что останется второй глаз, такой же заведущий, как у пиратов с повязкой на глазу. Они пиратами от этого быть не перестали, и грех свой, и страсть свою не одолели. То есть здесь говорится о том, что это надо понимать в аллегорическом ключе. Ну и давайте посмотрим на ребенка. Вот такой ребенок, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Все не говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царствие небесное». Ребенок, он полностью увлечен здесь и сейчас. То есть речь не идет о том, чтобы стать ребенком реально. Вот для этого есть у нас второй абзац. Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если нога твоя соблазняет тебя, значит, отруби ногу, выколи глаз, и будешь одноногие, одноглазые, однорукие, и все равно страсти твои никуда не денутся. И поэтому надо понимать это не буквально, а аллегорически. Потому что если каждый из нас станет ребенком в буквальном смысле слова, нам придется отказаться от большей части нашего жизненного опыта и сильно поглупеть. Ну, представьте, вспомните себя в 7 лет, в 10 лет, в 15 лет, в 20 лет. Если бы я знал тогда, к чему это приведет. То есть если буквально вернуться в детство, то ничего хорошего. Поэтому надо смотреть на это так вот в случае с отсечением руки на ноги или глаза. Речь про то, что ребенок, он живет здесь и сейчас, он полностью вовлечен в происходящее. Он не строит никакой карьеры, у него нет прицела на будущее. Потому что взрослый, может быть, в прошлом, вот это вот чудесное, знали бы вы, как лихо я выигрываю спорт с кондукторшей полугодичной давности в душе утром. Ну, так уж полгода назад уже все было. Вот надо было вот так сказать, надо было вот так сказать. А вот он вот так, а она вот так. А вот хоба! И вот, пожалуйста. Или там оказались в какой-нибудь глупой ситуации. И спустя месяц мы, значит, вот нашли отличное решение. Так вот мы месяц вот в этой ситуации ходим, ходим и не вылазим. И вот утро, рассвет, прекрасно, для прогулки. Нет, мы разговариваем с коллегой, с которым поругались. Там уволился уже пять полгода как. Или там заканчиваем спор с каким-то из родственников. Еще страшнее, если этот родственник уже умер. И мы там с дедушкой не договорили. Человек всю жизнь ходит и договаривает с дедушкой. Либо же наоборот, мы в будущем. Что я не живу, я существую, а живу я три недели в год в all-inclusive в Турции. И вот человек, как бедные люди, Акаки Акакевич, да, Федором Михайловичем описанно и прекрасно, влачит свою лямку на работе ради того, чтобы заработать на эти три недели. И выезжая, маленький человек преображается. И вдруг мы видим Тагил! Метание стулья в бассейн, напивая, ну, как бы сказать, злоупотребление алкоголем, погоня за немецкими туристами, чтобы заставить их кричать Гитлер капут. и как-то вот ну вот это вот гораздо хуже, чем детская вовлеченность в 10 сейчас, потому что ребенок он прямо здесь, прямо сейчас. Если они играют в казаки-разбойники, то эти казаки, а эти разбойники. Если вот они вот прячутся, эти волки, а эти барашки, то значит так оно и происходит. Ребенок, он искренний, он здесь и сейчас, и с ребенком тоже очень важный момент, от ребенка ничего не ждут. Потому что если мы с вами куда-нибудь приходим, у нас спрашивают, а где вы учились? Кто вас учил иконописи? А кто вам объяснял закон Божий? Ну, покажите сертификаты, покажите дипломы, покажите паспорт, покажите ваши достижения, начиная от победы в беге в мешках в детском саду и заканчивая вот сдачей норматива ГТО. Это ага. А вот если ребенок появляется, то он самоценен. Он забежал такой карапуз, и мы просто радуемся, что он здесь. И он тоже принес поделиться с нами своей радостью. Он вот жука поймал, он кролика видел, а там на улице собака бежала за утенком. И мы прям вовлечены, а что будет? Вот догонит она утенка или нет? А что утенок делал? А утенок вообще понимал, что он в опасности? Какая нам разница? Ну, вот ребенку вот это интересно. Вот это и есть такое понимание самоценности бытия. Это не сумма нашего прошлого и не наши перспективы, там, перспективные, бесперспективные, а вот просто самоценности жизни и вовлеченности здесь и сейчас. Раз то, чему нас учит Господь. Изрядно художник, который вот небо каждый час перекрашивает, потому что изрядно художник, который полевые лилии, которые сегодня есть, а завтра в печи кидают после сенокоса, и то украшает так, как Соломон не одевался, Василий Славович. И вот если мы будем быть здесь и сейчас, то мы увидим, как прекрасен мир и как замечательные люди, как они ценны тем, что они просто есть. Не потому, что мы с ними связаны общими воспоминаниями, не потому, что они нам нужны в карьере и в перспективе, а просто потому, что есть роскошь общения, ни к чему не обязывающую. В общем, приятного лета православное. Оно заканчивается, остается совсем немного. Лучше быть здесь и сейчас, и как дети. Берегите себя и возвращайтесь завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!